К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Не буду конкретизировать. Просто напомню, что на фоне этой болезни, пандемии, как ее назвали, нас попробовали сначала расшатать и, как уже сегодня видно, сломать. И даже не поставить на колени. Все шло к тому, чтобы мы исчезли, как государство и как народ. Сначала блицкрик, который не удался. Затем заигрывание с народом, цветочки и прочее богохульство. К сожалению, и храмы были подключены к этому католически. Попытка была почти все их подключить, и многие поддались на это. Ну, и у нас среди православных были определенные шатания, с которыми, я вижу, на сегодняшний день, и владыка, и церковь справились, православная церковь. Это того стоит. Успокаиваться нельзя. После того, как не удалось сломать страну, перешли к мощнейшей информационной атаке. Не получилось. Тогда перешли к экономическому удушению. Остался последний этап, я уже об этом говорил. Интервенция. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом мы недавно обсуждали эту тему, попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут объявления автокефалия. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху, он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт, чтобы мы, не дай Бог, ну, скажу откровенно, по-народному не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство, межконфессиональный мир, сохранить Беларусь.